МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уголовного розыска Межмуниципального управления МВД России Одинцовская Владимир Николаевич Левин. Добрый день. Ну и разговор, уж скоро у нас такой состав собеседников подобрался, а разговор у нас сегодня пойдет о мошеннических действиях. В первую очередь, конечно, о мошеннических действиях в отношении старшего поколения. Как защититься, как уберечь наших стариков от мошенников. Ну что ж, Ирина Анатольевна, тема эта для вас далеко не новая, поэтому я предлагаю все-таки открыть сегодняшний разговор именно вам. Тем более, что у вас есть и наглядное подтверждение своих слов. К сожалению, Петр, вот сколько мы с вами встречаемся, наша программа «Зачтим старшее поколение от мошенников» действует уже три года, и мы встречаемся каждый раз, у нас какие-то новые темы для разговоров. Но в связи с тем, что эта тема такая актуальная, и все-таки мы хотим немножечко ее расширить, потому что мы говорим все время о лицах старшего возраста, но хотелось бы еще поговорить о том, что помощь нужна и деткам, и людям другого возраста в том числе. Поэтому мы подумали сторонники, решили эту программу немножечко расширить и назвать ее «Безопасная страна». И вот в рамках этой программы мы будем говорить и о защите старшего поколения в том числе, поскольку тема у нас действительно приоритетная. Мы в прошлом году, в конце прошлого года, в начале этого года делали исследования у нас в Одинцовском районе. Я думаю, что мы эти исследования покажем, да, у нас есть графики этого исследования. И хочу вам сказать, что вот у нас в Одинцовском районе все-таки не так все и плохо, а в общем-то достаточно хорошо. Я считаю, что это благодаря работе и администрации нашего района, и работе правоохранительных органов. Это все отражается на нашей статистике. Ну а по поводу мошенников, ну давайте говорить. Так получилось, что в последнее время мне приходится еще иногда выступать экспертом на областном радио. И вот наша последняя тема, которую мы обсуждали, она такая сейчас активная, много у нас в прессе публикаций. Это мошенничество с пожизненной рентой. Вот хотелось бы сегодня эту тему немножечко обсудить и дать советы нашим пожилым людям, как себя вести в этой ситуации. Потому что действительно люди пожилые, остаются одинокие, действительно все члены семьи уходят. Что же им делать? Как-то жить надо. Денег не хватает, как-то жить нужно. Если позволите, то конкретный пример. Вот что мы сейчас вот обсуждали. Конкретный пример у нас, пример тот, который вот вынес это все на поверхность. То есть когда уже дошло до верха, когда уже стали разбираться и на уровне уполномоченного по правам человека. Это у нас ветеран Великой Отечественной войны, 93-летняя Прасковья Никифоровна Кузьмина из поселка Некрасовская. Работала у нас еще 20 лет назад. С чего началась эта история? Она работала 20 лет назад где-то в ЖЭКе, там в актерах. Познакомилась с какой-то приличной женщиной. Зовут ее Равиля. Она присматривала за ребеночком. И так ей понравилась эта женщина, что решила она с ней заключить этот договор пожизненной ренты. Как только она заключила договор, женщина сразу поменялась, обязательства не исполняла. Наша пенсионерка этот договор расторгала. Прошло уже много лет. Теперь наша Равиля вышла замуж. Вышла замуж за какого-то авторитетного человека. А опять они с бабушкой заключили договор. И как только они заключили с бабушкой договор, начались у бабушки проблемы. А проблема следующего порядка. Бабушку замуровывали в ее жилье. Просто замуровывали дверь. Заливали пеной ей замоченную скважину. Вызывали МЧС. Вызывали скорую помощь. Потому что думали, что она там просто умрет. На кладбище разрушили захоронение. Все семейное. То есть понятно, что у человека хотят просто свести в могилу. Свести в могилу и получить ее жилплощадь. Удалось расторгнуть этот договор по жизненной ренте. Но только потому, что нотариус, который, когда эта бабушка заключала договор, оказалось, что она подписала не договор по жизненной ренте, а просто дарственную. Вот на этого авторитетного человека. Удалось его расторгнуть только потому, что нотариус, который заключал этот договор, он сам находился под следствием. И в общем-то судили нотариуса, расторгли договор. Но это исключительный случай. Что же делать нашим пожилым людям в такой ситуации? Хочу дать совет. Есть у меня совет. У нас появился новый молодой финансовый инструмент в нашей стране, который может нашим пожилым людям помочь. Я вообще в принципе не советую нашим пожилым людям заключать договоры. У нас родственники ссорятся, когда касается денег, когда касается недвижимости. А заключать договоры с посторонними людьми – это вообще просто страшно. Нельзя верить никому. Вот за всю мою практику, а это, слава Богу, 30 лет, был единственный случай пожизненной ренты, когда стороны обе исполняли свои обязательства. И одна сторона, и другая. Я сейчас расскажу просто доходчивыми словами для людей. Без залогодателя, без залогодержателя. Просто так, как мы разговариваем, чтобы люди пожилые меня поняли. У нас появился новый финансовый продукт. Когда можно заключить договор пожизненной ренты с банком, с банковской организацией. У нас еще этими договорами занимается агентство по реструктуризации ипотечных кредитов. Но я советую заключать именно с банком. Причем с банком, чтобы в банке был желательный еще и государственный капитал. Чтобы человек был со всех сторон защищен. Что у нас это дает? Этот договор, он иначе еще называется обратная ипотека. Договор обратной ипотеки. То есть пожилой человек заключает договор с банком и под залог его недвижимого имущества, ему, ну вот сколько он проживет, да, ему банк ежемесячно выплачивает определенное количество денежных средств. Сумма бывает приличная. Оценка этого недвижимого имущества это в среднем 70% от стоимости жилья. И в общем-то этого всего хватает. Не надо думать, что это деньги маленькие. Это приличные деньги. Здесь сумма может выдаваться и единовременно одним платежом. И может она платиться в течение 10 лет определенными платежами. Что это дает для человека? Это дает то, что, во-первых, он получает деньги на постоянной основе. Он получает у одного и того же банка. Банк не может отказаться от исполнения этого обязательства. Плюс вот это имущество, если вы заключаете договор пожизненной ренты с банком, это имущество, оно может не уйти из наследственной массы. То есть если вы заключаете договор с посторонним человеком, всегда это имущество исключается из наследственной массы. А вдруг найдутся когда-нибудь какие-то наследники. Что им делать? Вот если вы заключаете договор с банком, то наследники в любой момент скажут, мы хотим вот сами ухаживать за своей бабушкой, за своим дедушкой. А что они могут сделать? Они могут банку погасить ту сумму, которую банк уже выплатил их пожилому родственнику. И эта квартира опять переходит на следственную массу. Более того, после того, как человека не стало, банк это недвижимое имущество продает. Банку не нужно имущество, ему нужны денежные средства. Как известно, имущество у нас всегда растет в цене. Оно по-любому растет в цене. Так вот, банк продает это имущество, и вот денежки, которые остались сверх того, что банк потратил на этого пожилого человека, они тоже идут наследником. То есть здесь плюсы. Эти сделки все застрахованы, они все находятся под контролем. Не надо связываться с посторонними людьми. Вы получаете определенную сумму денежных средств, вы можете себе покупать товары, услуги и так далее. Нужна вам сиделка, ну договоритесь, соцслужба за какие-то там денежки будет у вас сиделка. В общем, это решение многих проблем. Это вот единственный сейчас вариант на нашем рынке современного российского общества, когда мы можем обезопасить наших пожилых людей. Хочу отметить такой момент, что когда вы выбираете себе банк, выбирайте его тоже ответственно. Вот почему мы с вами, Петр, говорили много раз, почему у нас происходит множество таких вот мошеннических случаев с людьми. Потому что в людях разного возраста просыпается такое чувство, как жадность. Ну, советую всегда людям, ну не смотрите, что где-то кто-то предлагает, да, мы с вами об этом говорили, чуть больший процент, чуть лучшие условия, наоборот, это вас должно настораживать. Выбирайте себе серьезную, стабильную организацию, желательно с государственным капиталом. Выбирайте, заключайте договор и будете жить спокойно. А вообще, конечно, вот эта проблема наша с пожилыми людьми, да, вот мы сейчас с вами говорим про стратегию государственной безопасности, но у нас бы не было вот этой проблемы. Да, забота о пожилых – это тоже часть стратегии государственной безопасности. Но я считаю, что мы должны быть все-таки добрее друг к другу, да, в семьях. Вот посмотрите на наши Кавказские республики, там нету брошенных стариков, нету брошенных детей. Вот я считаю, что нам следовало бы с них немножечко взять пример. И тогда бы все эти проблемы автоматически решались бы на уровне семьи. На 90% я думаю, что да, я в этом уверена. Владимир Николаевич, хотелось бы вашу точку зрения и конкретно по тому вопросу, который обозначила Ирина Анатольевна, да, и в принципе о мошенничестве на территории Одинцовского района, потому что вы, ваше подразделение, одно из первых сталкивается с его последствиями. Ну, наверное, со словами Ирины Анатольевны я соглашусь, вполне согласен, то, что озвучено. И я думаю, что где-то вот на каком-то этапе, конечно же, люди прислушиваются и будут именно вот таким образом и заключать договора именно с банками наиболее надежно, и тем самым где-то там близкие будут иметь возможность как-то получить какую-то выгоду, финансовые средства, и тем самым имущество не отойдет преступникам. Ну, а о мошенничествах я от себя отдельно скажу. Одним из приоритетных направлений оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел является профилактика мошеннических действий в отношении наших граждан. Сотрудники полиции на постоянной основе проводят мероприятия, направленные на установление лиц, которые совершают данные преступления. Цель злоумышленников – заставить граждан добровольно отдать эти деньги. Конечно же, есть много случаев, когда это не удается им, они идут на более тяжкие составы, это грабеж, там, разбой и кража. Но в большинстве своем это мошенничество. Проведенный анализ по совершенным мошенническим преступлениям показал, что способы совершения подразделяются на две группы. Это дистанционное и контактное мошенничество. Дистанционное мошенничество относится к мошенничествам с использованием ресурсов интернет, это социальные сети, бронирование гостиничных номеров, продажа туристических путевок, благотворительность, пожертвование, обмен криптовалют. В том числе и путем совершения звонков с стационарных телефонов, мобильных телефонов, когда объявляют, что ваш сын попал в ДТП или иной родственник, доступ к реквизитам банковских карт, предложение услуг по снятию порчи, лечение болезней с использованием экстрасенсорных способностей. Ну и вторая группа мошенничества – это контактное мошенничество. Это когда преступники приходят к вам домой под видом каких-то социальных служб, визит домой под видом представителей государственных организаций, предлагают лекарственные препараты, медицинские приборы по дешевой цене, бесплатные врачебные услуги на дому. В том числе приглашают финансовую пирамиду, обещания выгоды и минимальные затраты, при этом, естественно, существенные. В том числе подброс кошелька, когда встречают, стараются встретить более-менее преклонного возраста гражданина, дедушка или бабушка выступают и одновременно находят кошелек, где имеются денежные средства и начинают эти деньги делить. Ну, под разными предлогами в итоге они забирают у вас денежные средства, ваши же, а в данном кошельке находится кукла. Мы при поддержке администрации города Одинцова разработали памятки по предупреждению машинских действий. Оперативными сотрудниками, участковыми полномочиями и иными службами проводили мероприятие, направлено на предупреждение, расклеивали памятки, которые разработали, вот образец у нас такой, проводили профилактическую беседу. За истекший период времени у нас в статистике, по статистике совершено 117 преступлений, связанных с мошенническими действиями и предусмотренными статьей 159. За истекший период времени можно много привести примеров, которые были достигнуты сотрудниками уголовного розыска и участковой службой Межмуниципального управления Одинцовска. К примеру, могу привести примеры, когда в феврале, значит, две гражданки под видом сотрудников пенсионного фонда пришли в квартиру и предложили ей обмен пенсионного удостоверения. Когда одна из женщин отвлекала нашу женщину, потерпевшую другая, воспользовалась моментом и похитила ювелирные украшения, денежные средства на общую сумму 400 тысяч рублей. В ходе проведенных мероприятий сотрудниками уголовного розыска данные граждане были установлены и задержаны во Владимирской области. Вина их не доказана, и в настоящее время они находятся в СИЗО номер 10 города Можайск. Ну, вообще, вот я хочу сказать, да, Ирина Анатольевна, то, что сказал Владимир Николаевич, подтверждает основной посыл ваших тоже примеров. В первую очередь под угрозой действительно пожилые люди. И мне бы хотелось, чтобы вы рассказали еще о таком моменте, как завлекание стариков, пожилых людей бесплатными подарками, некими обещаниями некой прибыли в результате каких-то розыгрышей, продажей по завышенным ценам каких-то сверх чудодейственных препаратов, постельного белья даже. Вот об этом, если можно, тоже несколько слов. Я думаю, что Владимир Николаевич с этой темой знаком. Как никто, мне-то достаются уже результаты, да, когда надо выносить решения. А Владимир Николаевич их всех ловит и доставляет как раз в кабинет к таким, как я. И слава Богу, вот видите, даже у нас в Одинцовском районе, вот, Петр, это подтверждает статистика, что у нас в Одинцовском районе все неплохо. Не будем говорить пока что хорошо, да, чтобы не сглазить, но неплохо. Последний мошенник еще не пойман, наверняка. Еще не пойман, но поймаем. В том числе за счет вот наших сегодняшних вот таких вот встреч. Общими усилиями обязательно. Да, тема действительно, Петр, такая есть. И вот эта тема последнего месяца, буквально вот наша такая вот московская областная. Опять-таки вот приходилось эту тему комментировать на областном радио. Что у нас происходит? У нас около крупных торговых центров всегда стоят зазывалы. И вот эти зазывалы дарят нашим пожилым людям, которые жаждут общения, они к ним подходят, как всегда, хорошо выглядящие, симпатичные, да, приятные люди. Подходят, дарят магнитики какие-то, подарочки и зазывают их в торговый центр. Приходите, будет розыгрыш, будет у вас много подарков. Вот, Петр, про жадность я тоже говорила, да, жадность. Вот все-таки, ну, подумайте, что… Что я помноженное на доверчивость старческую, да. Вот если мы говорим о людях старшего возраста, то это больше доверчивость за счет вот советского воспитания, за счет какого-то одиночества, желания общения, да, это больше доверчивость. А когда люди все-таки среднего возраста, это все-таки жадность. У нас, извините, но вот такое слово халява, да, но любят у нас это, люди любят. Тоже был такой случай, был такой случай, который рассматривался на областном уровне. Бабулечку позвали тоже уже возраста там под 90, но бабулечка не смогла пойти и пошла она с внученькой. И вот эта внученька пришла и слава Богу, что она увела эту бабулечку и каким-то образом повлияла на всех остальных, кто там был. Около торгового центра тоже раздавали магнитики, звали какое-то белье, плюс изделие из шерсти там какого-то там волшебного верблюда, понимаете, лечит от всего. Единственного в мире, наверное. Да, единственное в мире, вот его стригут, стригут и продают по совершенно сумасшедшим деньгам. Мы с вами уже на эту тему тоже говорили, что, во-первых, бесплатный сыр бывает только в мышеловке, ничего не дарят, не раздают просто так. Во-вторых, когда вы туда приходите, эти мошенники, они прекрасные психологи, плюс они гипнотизеры, плюс вы еще подумаете, что это за продукция. Она может быть, она производится за рубежом, и причем в таких условиях, что она может быть просто вредная для здоровья, опасная, ядовитая. Но, тем не менее, все эти мошенники, они влияют на пожилых людей, да, наливают, как обычно, чай, кофе, начинаются беседы. И в итоге все пожилые люди у нас получаются с огромными кредитами, кредиты на сотни тысяч, там постельное белье за полмиллиона, понимаете, плюс какая-то там жакета из какого-то там вот этого позолоченного верблюда, огромные совершенно деньги. Что в этом случае делать? Во-первых, если человек пришел в себя, да, надо сразу выходить и бежать писать заявление в полицию, поскольку это действительно мошенничество. Это у нас 159-я статья, а это мошенничество. И факт мошенничества, если по факту, вот вы сразу написали заявление, худо-бедно, но доказать его можно. Да, это действительно позвали людей и обманным путем, поскольку эта продукция, она у нас все равно не соответствует, понимаете, заявленным качествам. Можно доказать факт мошенничества. И даже если придут туда вот на эту распродажу сотрудники правоохранительных органов, уже можно на этих мошенников повлиять. Только что-то надо делать. И я, конечно, как обычно, советую нашим пожилым людям, ну не общайтесь вы с посторонними людьми. Ну не берите вы эти магнитики. Ни в коем случае никому не давайте свой телефон. Ну нельзя никому. Вот если мы сегодня с вами успеем, мы еще поговорим. У меня есть база данных, да, судебных решений по тем случаям, откуда мошенники узнают информацию. Кого судили вот вплоть до апреля 2019 года. Если мы, конечно, успеем. Так вот никому свой телефон добровольно давать нельзя. Вот даже как мы привыкли в магазине, в аптеке. Вот придет лекарство, я вам позвоню. Не давайте, возьмите телефон вот этой организации, позвоните сами. Не давайте и не ходите на эти розыгрыши. Ничего хорошего там не будет. А поят неизвестно чем, что там нальют в этот чай. Пожилой человек там и сердце может не выдержать, там и скорые вызывали, потому что человеку плохо становится. Хорошо, когда вы приходите туда с более молодыми родственниками. Они, конечно, сразу понимают, что это мошенничество и убой. Но если вдруг вы вот попали в такую ситуацию, вы вышли, пришли в себя, у вас в руках вот этот кредитный договор. Договор сразу в полицию, сразу в полицию и с сотрудниками прямо туда. Надо разбираться на месте. Сразу писать заявление, разбираться на месте. Потому что это мошенничество дело добровольно доказать тяжело. Но если быстро, то в принципе возможно. В принципе возможно. В этом нам помогут наши сотрудники. Самое главное, своевременно обратиться. Я о чем и говорю. Расскажите, пожалуйста. Я вот хотел в дополнение, Ирина Анатольевна, хотел бы сообщить и проинформировать наших граждан о бдительности и внимательном поступлении в том или ином случае. О всех фактах, когда гражданам звонят и представляются родственниками, что я попал в ДТП, необходимо внести определенную сумму. В данном случае после общения обязательно надо позвонить своим родственникам, выяснить все обстоятельства. Если у этого родственника, о котором идет речь, телефон недоступен, надо позвонить другим родственникам, чтобы те постарались дозвониться и прояснить ситуацию. Ну и естественно, чтобы позвонили в органы полиции на телефон 112, чтобы своевременно мы приняли меры к их усыновлению и задержанию. Это вот в первую очередь вот об этом хотел бы сказать. То есть я так понимаю, что для вас это одна из наиболее распространенных сейчас проблем? Да, однозначно, правильно Ирина Анатольевна сказала, что преступники – хорошие мошенники, и они выбирают, естественно, потерпевших преклонного возраста. Они у нас очень доверчивые и стараются во всех случаях пугливые. Они добрые, они в Советском Союзе воспитывались, они добрые. Но согласитесь, что сразу надо бежать в полицию. Вот главный совет – идите в полицию. Я думаю, с этим никто вообще не будет спорить. Это действительно первый шаг. Это первый шаг. Это в любом случае обратитесь в полицию. Даже если вам, вот Владимир Николаевич со мной согласится, если вам кажется, что у вас в подъезде кто-то ходит, ну позвоните своему участковому. Пусть он лишний раз прореагирует заранее, правильно, чем потом вот нивелировать эти последствия, вам выполнять работу. Если подъедет наряд патрульно-постовой службы, проверит, если все нормально, все нормально. Ну и слава Богу, и слава Богу. Пусть наши представители правоохранительных органов приезжают просто посмотреть, как хорошо мы живем и что у нас все хорошо и все спокойно. Ирина Анатольевна, понятно, что способов мошенничества очень много, и даже тех, которые часто используются, их гораздо больше того числа, которое мы сегодня успели обозначить. И я думаю, что в июне мы обязательно вернемся к этому разговору. Ну а сейчас хотелось, чтобы вы, краткий итог, и вы, и Владимир Николаевич, вот в нескольких словах подвели, еще, может быть, какое-то сделали обращение к нашим телезрителям. Петр, на обращение у нас, как всегда, с вами одно, что давайте будем добрее к друг другу, что стратегия национальной безопасности, это, конечно, замечательно, но это все зависит от нас, от каждого человека. То есть вот мы должны поддерживать эту безопасность в своей семье, мы должны быть добрее к своим родственникам, в том числе старшего возраста, и тогда они не будут попадать вот в эти ситуации, которые потом приходится решать, в частности, Владимиру Николаевичу и мне, на своем рабочем месте. Вот у меня вот такое наподствие. А я только добавлю, чтобы наши граждане знали, что если у них нет родственных связей, близких, сотрудники полиции всегда придут на помощь, чтобы звонили своевременно, никого без внимания не оставим, и будем заниматься по каждому сообщению о аналогичных преступлениях. Спасибо огромное за то, что пришли сегодня к нам в студию. Я напоминаю, что центральной темой нашей сегодняшней программы было мошенничество и способы противодействия этому злу. И к этой теме мы обязательно в одной из ближайших наших программ еще вернемся. На этом мы с вами прощаемся. Всего доброго. До встречи на канале ОТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова